Здравствуйте, товарищи! Там-то товарищам никак не расстаться. Спасибо. Садитесь, пожалуйста. Так, маленький организационный вопрос. Оставим или закроем? Оставим. Как только будет холодно, скажите, закроем. Хорошо. Я думаю, мы сегодня завершим изучение тезис во Февербахе, поскольку мы уже почти в конце. Но мы тут пришли к той категории, которая является очень актуальной, о которой сейчас многие пишут, говорят, категория гражданского общества. Ну и вот, по крайней мере, на тот момент, когда писали тезис во Февербахе, что говорится, что это созерцание отдельных индивидов в гражданском обществе. То есть индивиды в обществе брались по отдельности. Есть люди и есть общество. Ну, в обществе, кроме еще людей, взятых в поддельности, существует такая организация, как государство. Что вы знаете про государство? То оно как бы здесь незримо присутствует? Потому что, когда мы говорим о гражданском обществе, мы как бы от него отталкиваемся, его не берем во внимание, а берем людей, так сказать, в абстрагирование от этого государства. Что такое государство? Кто скажет? Аппарат управления. А вот аппарат управления будет вечно, правда? Не бывает такого общества, в котором бы не управлялось. То есть согласны вы с тезисом, что государство вечно? Уже сомнительно, правда? Это что, любой аппарат управления или не любой аппарат управления может называться государством. То, что государство аппарат управления, это вот про это можно сказать так, это правильно, но еще не все. То есть всякое государство – это аппарат управления, но не всякий аппарат управления – это государство. Монополия на что? Да, обладающий монополия на насилие. Какое насилие? Какое угодно? Насилие по отношению к эксплуатированным народствам. По отношению к какому-то эксплуатированному классу. Потому что если мы не берем это классовое рассмотрение, классовое расслоение общества, но вот здесь более-менее ясно, в отношении всех предшествующих обществ, что в первобытном коммунизме государства не было. Значит, то, что оно при рабовладении было, не подлежит сомнению, правильно? И это мы хорошо знаем, то, что оно было при феодализме, очень мощное государство. И, скажем, господствующий класс даже был отмобилизован. Не так, как вот в современном буржуазном обществе, что я скажу, вот мы выбираем там кого-то для того, чтобы они управляли. А там каждый член господствующего класса должен государству служить. Служить. И считается на службе. Так? И они продвигаются. В том числе и цари. Цари уже к полку какому-то приписаны. Вот ему становится 16 лет, он уже полковник. Ну, дальше, может быть, так он и не пойдет по военной линии. Но, во всяком случае, это все служилый. Значит, самое, когда говорят о том, какое общество наиболее ясное и прозрачное. Самое прозрачное – это феодальное. Уже прозрачное не может быть. То есть вот одни имеют право на управление, правильно? Другие право на управление не имеют, крепостные крестьяне. Дело крепостных крестьян в чем? Идите и работайте. Причем, если иногда кажется, что это вот, так сказать, как-то ужасное общество, что там одни только и работают. Но крестьянин же крепостной и работает не всю неделю, правда? Он работает какое-то количество дней на барщине. Или в последующем развитии, если он уже богатенький становится, он может просто заплатить оброк и, так сказать, заниматься работой на своем участке. То есть есть коллективное производство. Коллективное производство на феодальном поле общем. Вернее, принадлежащем феодалу. Так? Вот есть такое положение у Маркса в отношении управления. Я сейчас его вам процитирую, потому что это самое хорошее определение управления вообще. Что всякий непосредственно общественный или совместный труд, осуществляющийся в достаточно крупном масштабе, нуждается в управлении. Это я к вам обращаюсь. Которое обеспечивает связь индивидуальных работ и выполняет функции, вытекающие из движения всего производственного организма в целом. Я повторю. Отдельный скрипач сам управляет собой, а оркестр нуждается в дирижере. То есть какие там функции есть? Согласованность индивидуальных работ обеспечивать. Вы делаете ножки для стула, я делаю спинки для стула. Вы их склеиваете, вы их красите, вы их зачищаете. И получился стул. Но это согласование. Но для чего это все делается? Куда это все направляется? Какова цель и так далее? Это обеспечивать тоже должно управление. То есть всякий непосредственно общественный труд или труд, осуществляющийся в достаточно крупном масштабе, нуждается в управлении, которое осуществляет связь индивидуальных работ и выполняет функции, вытекающие из движения всего производственного организма в целом. Вот я волей и судеб некоторое время работал, участвовал в создании кафедры управления и планирования социально-экономических процессов на экономическом факультете нашем и даже был заместителем заведующего кафедры, читал курс управления социально-экономическими процессами. И я хочу вам сказать, что если взять так называемую теорию управления или менеджмент, иногда там ограничиваются очень простыми такими категориями, которые все упрощают до такой степени, что это уже становится некоторой профанацией. Например, как можно определить управление? Я развиваю эту же тему, которую вы поняли, что вот есть некий субъект, есть некий объект. И вот этот субъект подчиняет движение объекта своим целям. Вот если имеет место подчинение какого-либо объекта целям какого-нибудь субъекта, то вот этот процесс называется управлением. Вот тот объект, который подчиняется, движение которого подчиняется, это объект управления. Одну секундочку. Да, Александр Владимирович. спасибо ну хорошо, 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 спасибо до свидания значит, есть объект управления, есть субъект управления и есть деятельность по подчинению объекта целям субъекта вот я определил управление представьте себе, что вы едете в поезде и вот я, субъект, решил двинуть этот поезд вбок вот у меня есть цель, есть объект и субъект, как вы понимаете вот это вот управление такое супер абстрактное она не учитывает, что есть еще законы общества, природы и есть конкретные условия и что вы не можете кого угодно, куда угодно какой угодно объект толкнуть куда угодно, правда? вот поэтому, вот если это принимать во внимание то что на самом деле, вот диалектическое понимание управления уже совсем по-другому звучит вот идет борьба двух противоположных тенденций они объективные ну а что может сделать субъект даже если он организован в политическую партию или в государство или, так сказать, в отдельные субъекты они могут либо поддержать одну тенденцию, скажем, прогрессивную либо реакционную иногда бывает, когда равенство сил противоположных течений или движений или тенденций иногда бывает, что достаточно перевесить в одном отношении и дальше будет постоянный перевес длительное время поэтому от того, куда прилагают свои силы отдельные субъекты зависит от того, что вообще произойдет в обществе поэтому можно думать, что вот люди, мы там, маленькие люди мы отдельные субъекты, что мы можем ну, зависит от того, насколько ясно мы понимаем какое соотношение сил противоположных тенденций и куда мы устремим свои усилия иногда бывает такая ситуация, что энергия отдельных единиц там, и отдельных каких-то групп может решить дело почему говорят, что веревочкой не перевяжешь потом и обушком не прибьешь то есть, когда можно было веревочкой перевязать вы этим не воспользовались а теперь вы можете построить колоссальные силы выставить и в этом направлении действовать и ничего не добьетесь поэтому, на самом деле, вопрос об управлении он достаточно глубокий хотя, вот, скажем, я несколько раз пытался читать курс менеджмента и я от него отказался потому что этот весь курс состоит из сплошных примеров как кто-то и как кто управлял там никакой теории нету кроме вот таких общих определений которые я вам сказал но я вам, значит, гораздо шире это сказал и гораздо, так сказать, более глубокие определения управления дал вот, теперь, значит, мы берем уже государство как субъект, значит, это не вообще субъект а классовые субъекты это организация господствующего класса которая вообще говоря, если она организация господствующего класса будет, я думаю, не совсем правильно считать, что господствующий класс выполняет чисто негативные функции дескать, подавлять нет, он решает свои задачи классовые и подавляет тех и тогда кто и когда ему противодействует вот вы препятствуете все, будем вас подавлять не препятствуете вперед, все хорошо вы не замедлите никак так у нас организован прием зачетов и экзаменов вы все занимаетесь хорошо получается мы друг друга приветствуем получаете зачет, идете дальше а кто-то не занимается не сделал, не подготовился получил не зачет если он еще после этого закоснил в этом то есть там при пересдаче не пересдал а вот попадешь в такую ситуацию там начинается одна пересдача их куда-нибудь сейчас не завтра пересдашь а куда-нибудь на осень уже испортит весь отпуск потом, значит, осенью опять не сдал у меня были такие истории с историками я просто наблюдал печальную картину ну, еле-еле человек выкарабкается и все у него, надо сказать что-то посыпалось повалилось поэтому вот это все вкладывается в такое красивое название Санкт-Петербургской государственной университет государственной имейте в виду если что нет, так все хорошо но если что имейте в виду вот товарищ вам разъяснил вот обращайтесь к нему он вам расскажет более детально в чем это выражается вот ну, вот, тем не менее кроме государства раз оно стоит над обществом в этом смысле оно даже стоит над элементами своего класса правильно? вот, скажем если у нас есть класс буржуазей то это вообще отдельные-то буржуа должны подчиняться общей воле правильно? не только представители господствующего класса ну, вот, если, скажем какой-то из буржуа не будет общие, принятые буржуазей же законы его пополнять он столкнется с силой принуждения правильно? что, раз не бывает что владельцев банков отправляют в тюрьму или скажем вот, глава Сахалина что вы про него знаете? Хорошавин ну, он всего-навсего получил миллиард наличными взятку миллиард как вот посмотришь так, примеришь себе, думаешь вроде как даже хорошее что-то там есть правда так представишься миллиард рублей прямо в кабинете он и так все когда его брали там разложили на пол и так в российской газете фотографии как лежат эти пачки пятитысячные миллиард рублей причем как это делалось? ну, примерно так чтобы вы представили как это бывает в жизни нынешней современной это же не хухры-мухры если бы это был отдельный случай но вот недалеко совсем недавно был арестован бывший начальник ФСИН ФСИН это что? вот Федеральное судо выполнения наказания 2,8 миллиарда ущерба нанес а получил вот лично в кабинете в своем служебном когда он был директором ФСИН начальником ФСИН 150 миллионов ну это 150 миллионов на фоне этих миллиардов просто представляется это и мелочь какая правда? как-то мы уже ближе так теплее к нам это уже суммы нам понятнее а как это делается? ну вот представьте себе вот вы представили себя предпринимателем на Сахалине? представили? вот я и спрашиваю сколько вам надо денег? а я хорошавин сколько надо вам денег? вот у вас есть предприятие строительное вы будете строить создавать то что надо включите туда свою прибыль и того сколько вам нужно денег из бюджета пригнать как пригнать? это не ваше дело я губернатор я вам пригоню сколько? сколько? 1 миллиард ну нормально вот мне один нужен 1 миллиард рублей значит так вам придет 2 миллиарда значит вы 1 миллиард получили как просили получили, да? а другой сюда положите наличными и не надо мне рассказывать как вы будете обналичивать это все это меня не касается если вас это не устраивает есть другие люди вам надо миллиард нет? все не разговаривай если она еще даже не знает ну ж ли миллиард что за люди? вот этот человек определился сразу как вы можете жить в нашем обществе? наш гражданский вот гражданский долг она свой выполняет сразу дать миллиард взять а я поеду Дмитрий Анатольевич скажу вы знаете Сахалин самый край там японцы на востоке все под угрозой далекий край люди уезжают оттуда обратный процесс переселенческий пошел а потому что нет инфраструктуры дайте денег вот она создает инфраструктуру а это не создает ничего не все все есть отдельные предприниматели они все понимают а некоторые так и не понимают хорошее говоря просто вы же понимаете откуда они берутся но это все что такое губернатор губернатор он вхож президент с губернаторами включается встречается встречается ну а уж председатель мины это же само собой так что все хорошо будет миллиард ваш кого-нибудь тронули из тех кто вот так получил миллиард и отдал миллиард тронули нет а вы видели что кто-нибудь на Сахалине возмущался действиями губернатора вы то что будете возмущаться миллиард что вам возмущаться а кто вам его пригонит кроме меня никто не пригонит я отец ваш родной, ну правильно, ну а кто против отца, ну отцы они запутались, но вы-то никуда не запутались, то есть вам только, вам хорошо, а мне оказалось плохо, вот все-таки это Шарафаин, все-таки его раз и повели в СИЗО, как подозреваемый, вот так, потом обвиняемый, еще не судили, еще не знаю сколько присудят, много не присудят, потому что дело житейское, как вы понимаете, сейчас строго не наказывают, какие сейчас наказания, это же не Китай, в Китае за взятку что, расстрел, ну а если у меня есть миллиард, ну посадили у меня в тюрьму, да за миллиард я так буду жить там хорошо, никогда не были в СИЗО, и передача, вы были да, носили передачи, а там знаете комнатку видели, что вот заходишь в комнатку, там на компьютере тетенька, что надо вам, копченую колбасу, сырокопченую, апельсинчики, галеты, торты, но это и будет не сегодня, только завтра вам передадут, завтра передадут и все, красота, а если вы придете вот как и тут, придете без компьютеров, а вот так прямо, ну один раз в месяц вам капусту, морковочку и паспорт заберут и будут долго, там за решеточку возьмут, думаешь вернут, паспорт нет, и будет такая история, очень интересно, там вход туда, в этом смысле, в то место, в корестах, где дают передачи свободные, можете пойти, чтобы освоить современное гражданское общество, у вас хорошее представление о современном гражданском обществе, вот человек, у него видно, что ясное представление, сразу сказал, это может быть на принуждение, а другие как-то затруднялись это усмотреть, в тюрьмах сколько у нас в нашем гражданском обществе сидит, примерно, сколько, вы очерняете нашу капиталистическую действительность, 2 миллиона всего лишь, да, а что 2 миллиона мало вам кажется, вас не надо допускать до больших высот в государственном управлении, вы давайте по стеже научное там, преподавательское, потому что у вас тут, то есть вам кажется 2 мало, а 5 как раз нормально, не, ну вы как раз всяких жуликов, преступник уже выставить, вы же нехороших людей будете, а негодяев все, а негодяев у нас расплодилось больше, чем 10 миллионов, то есть вы еще не всех посадите, я понял, то есть вы либерализм появите еще в этом отношении, ну и мы наблюдаем такие процессы, например, в этом нашем государстве, что вот пришел Дмитрий Анатольевич и говорит, ну вот чего это вот взятку, за взятку, зачем это давать, уголовное дело, это вот, допустим, ничего хорошего для вас, что вы взятку взяли на миллиард, а потом позоритесь, зачем позорить человека, пусть он отдаст кратное просто, скажем, если он взял 5 миллионов, пусть отдаст 25, в пятикратном размере, нормально же? И нет уголовного дела, и для других наука, и короче говоря, пока Дмитрий Анатольевич был у нас президентом, внедрили эту кратность взятки, как бы взяточников можно не сажать, а просто кратно с них взыскать и все, к примеру, получил я 12 миллионов взятку, ну каждый месяц по миллиону, это немного, ну на фоне миллиардов, то вы поймите, что это вообще детский сад, поймали меня на одной, судили, ну судили-то не уголовно же, а 3 судили, 5 в пятикратном размере отдать, 12 минус 5 сколько будет? 7, ну как бизнес, значит 12 берешь, 5 отдаешь, 7 остается, хорошая прибыль? Очень. Нормально, да? Кого напугаете? Вот сейчас так вот судят, а есть наш знакомый товарищ Бастрыкин, чем он нам знаком? Он у нас был старостой группы, в которой учился Владимир Владимирович на юрфаке, мне он лично знакомый, потому что я вот здесь был экономический факультет, в этой аудитории была экономическая еще факультет, в этой аудитории, вот здесь была кафедра политэкономии, где я был аспирантом, вот, и потом я был, когда уже стал кандидатом, был я заместителем секретаря партбюро по идеологической работе, а товарищ Бастрыкин был мой прямой начальник, вот я к нему ходил, партком, а он был зам секретаря парткома по идеологии, и я его лично хорошо знаю, и этот Бастрыкин говорит, что надо конфисковывать у всей семьи богатство, потому что, ну потому что вот придете, вот, судебный пристав исполнитель, там как раз такие милые девушки обычно ходят, там нарисованы плакаты, что за ними там с автоматом стоят, ну сами они вот так вот приходят, вы придете описывать мое имущество, спрашиваете, Михаил Васильевич, что у Ваши? А у меня жена, там дети, теща, как говорю, что вот, Квен 49, видели такой телевизор? Даже вы не видели, такой экранчик, еще туда были увеличительные стекла, помните, туда заливаешь воду, и туда вот, чтобы она увеличила, и вот смотришь больше. Вот вы пришли, ну забирайте. Ну что делать? Оставили меня ни с чем, забирайте. У меня последнее было, что? Это Квен 49. А то, что у сына, у дочери, у тещи, у жены, это это. Тут спасибо, Дмитрий Анатольевич. Спасибо. Это вот вы кровожадные, там насилие, насилие. Какое насилие? Все хорошо. Никакого насилия нет. Как бы и насилие есть, но оно не такое уж страшное, это насилие. То есть совсем даже не страшное. А недавно еще произошло событие. Решили уменьшить эту кратность взятых. Ну, в общем, много. Трудно отдавать. И еще уменьшили. Поэтому не удивляйтесь, если это все как грибы продолжает прорастать. Потом есть еще одна проблема. Вот сейчас мы обсуждаем это гражданское общество. Вот, граждане, каким принципом должны руководствоваться, если я гражданин современного буржуазного общества? Маркс до этого еще не додумался тогда с Энгельсом. Они не все же, они же давно были. Вот какой главный принцип нашего общества? Равенство всех перед законом. А? Равенство всех перед законом. Ну, так вы, сейчас пересажают тут. Равенство всех перед законом. Нет, у нас принцип был социализм этого злодейского. Причем, приоритет общественных интересов. Дескать, я вот должен для общества что-то делать, делать, делать. А сейчас ведь хороший принцип. Принцип – приоритет личных интересов. Так? Ну, все для личности. Правильно? Вот. И конверт, когда вы пишете письмо, там, что вы пишете? Иванову. Улица. Нет, дом. Улица. Город. И в конце Россия. И вот эти вот несчастные почтовые работники, они, если бы они справа налево читали, это было бы как у арабов. А они снизу вверх читают. Потому что все равно, вы понимаете, что вообще-то приходится, наверное, так. Сначала по городам рассортировать, потом в городах, по районам, там, по улицам, а потом уже дома. И пошли почтальоны. Ну, если на конверте написано, что я вот на первом месте, ну, значит, все для меня. И вот я пошел сначала в депутат, а потом в чиновники. Пришел я на важный государственный пост. Чем я должен руководствоваться? Если я принципиальный человек. У нас высший принцип, у нас приоритет личных интересов. И неинтересов. Личных моих. Вы меня направили. Все, спасибо, что вы меня направили. Я уже депутат. Или там, я уже чиновник. Все. Сколько я тут просижу? Сколько не просижу? Надо успеть решить эти проблемы личные. Правильно? Ну, вот я и решаю. Откуда это взяточничество? Коррупция и так далее. Откуда она берется? От этого она и берется. Нет, если вы будете руководствоваться общественным интересам, все равно ведь можете начать воровать. Я вас знаю. Мы с вами же уже работали. Я уже сел, а вы еще нет. Это я просто уже, можно сказать, из тюрьмы с вами разговаривал. Моя фамилия хороша. А вы на свободе. И вы будете на свободе. Потому что вас никто не тронет. У вас приоритет личности. А вы взятки никакие не брали. Вообще ничего плохого не делали. Поэтому вот, когда вы видите чиновники, были вот такие даже эпизоды. Был такой Иванов в Сальятти. Профсоюзный деятель. Его весь профсоюз, единство, который в Тольятти на заводе, двигал, 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 и он поддерживал трудовой кодекс фонда рабочая академия. Когда он туда зашел, он стал поддерживать другой кодекс, прямо противоположный. Его спрашивают на заседании российского профсоюза докеров на совете РПД. Вы же вот это поддерживали. Но я, говорит, когда поддерживал, я был профсоюзный человек, а сейчас я государственный человек. То есть, у него другая точка зрения. И, дескать, я уже теперь в депутатах, спасибо вам большое, я полетел. А можно отозвать депутата у нас? Утру вскрылось, что он вот... Не буду говорить. А? Неприкосновенность. Можно? Неприкосновенность какая-то есть. Это другая неприкосновенность. Если вы уголовное преступление совершили, я сразу пришел к вам, так, а вы говорите, а я неприкосновенная, я обратно пошел. Почему? Потому что если не будет решения соответствующий орган Думы или Совета Федерации, вот вы 10 раз совершили преступление, а вас нельзя привлечь к уголовному. И вот прокуратура генеральная расписывает, она и то сделала, и все сделала, и так резала, и так резала, и то воровала, и все воровала. Дайте разрешение на привлечение к колоносу. А те, говорят, сидят такие же. Тоже хорошие люди. И говорят, не дадим. Потому что сегодня вы, а завтра я пойду. Нет. Чтобы она. Пускай она сидит. Идите отсюда. Не пугайте людей. И все. Но некоторым все-таки иногда разрешение дают. Иногда есть такие, что все-таки дают все-таки. Ну, а раньше были органы низшие, там советы были, там были тоже неприкосновенности. Нет, уже там нет неприкосновенности. А отозвать-то можно кого-то? Как вы меня отзовете? Вот я прошел по андомандатному округу. Деньги у меня были. Знаете, как проходить надо в Думу? Сказать вам? Скажите. Пожалуйста. Берешь 15 миллионов долларов. 5 миллионов кладешь. Куда? Комму. Вот приятно. Вот чувствуете люди знакомые с гражданским обществом. 5 миллионов в карман. 5 миллионов даешь тем, кто будет организовывать мои выборы. Не я же буду организовывать. Я деньги дал. Что вы еще хотите? А 5 миллионов вы будете раздавать тем, кто будет поставить подписи и за меня голосовать. Вот так и 15 миллионов все и разошлись. А если вы будете против меня выступать, вот мои волн, там будут портреты висеть, высоко-высоко. А те, кто против меня, у них денег столько нет, они маленько, низко-низко. Вот вы в моей команде, я вам платить буду 2000 в день. Вот надо ходить просто, вот так вот перечеркивать это все. Или срывать. Вот что будет. И все. А вам задание такое. За 5000 в день. У нас сремяночку хорошую, там цветные мои портреты наверх. Вас вообще никто не узнает. Кто будет. Не я. Правильно? А моя фамилия где будет? Не важно против или за. Важно, чтобы фамилию мою запомнили. Потом люди путь смотреть там. Бабушки идут. А, папус, известный, к нам известен. А вас никто не узнает. А почему? Потому что у вас нет 15 миллионов. А если, а почему у вас нет 15 миллионов, сказать? Потому что вы неудачник. Ну так же объясняете. Неуспешные вы, а я успешный. Ну не расстраивайтесь. Тут есть удачные, у них миллиарды. Вот смотрите, он как удачно сел. А вы говорите, что неудачник. Это временно неудачник. А вообще у них все наладится. Все нормально будет. Правильно. Надо правильно сесть вовремя, куда надо. Во-первых, на виду перед преподавателем. И хорошую соседку подобрать. И все будет хорошо. Да, вот только смотрите, там надо продумать, как там. Лучше контракт какой-нибудь заключать. Так просто, чтобы не развивали рот. Короче говоря, эта тема интересная с этим гражданским обществом. Ну вот Маркс как-то к этому, дескать, вот индивидуальный. То есть тогда это как-то не очень рассматривалось, как деятельность целых групп, классов и так далее. Хотя из дальнейшего будет видно, что как раз на этом потом и настаивают. И Маркс, и Энгельс. Но пока они вот что говорят. И вот мы берем предпоследний тезис. То есть точка зрения старого материализма есть гражданское, в кавычках, общество. Точка зрения нового материализма есть человеческое общество. Или обобществившееся человечество. Что значит человеческое общество? Ну в буквальном смысле все общества человеческие, правильно? Ну из людей же они состоят не из кошек. И не из обезьян. То есть имеется в виду под человеческим, что оно соответствует сути человека. А в чем сущность человека? Сущность человека. Кто такой человек, а в чем сущность человека? В том, что он социальное существо. Социальное, общественное существо. Сущность человека в общественных отношениях. Вот у нас сразу товарищи, правильно и точно, сразу определили. Поэтому человеческое общество – это общество, которым идет, каждый человек думает об общем. Значит, хочу вам назвать такую работу, вам, возможно, и неизвестную. Товарища Сталина «Анархизм или социализм» из первого тома, собрания сочинений. Когда он был молодой революционер. Вот, значит, как ставят вопрос анархисты. Все для личности. А если выводим личность, тогда будет свободна и масса. У Сталина, как ставить вопрос, все для массы. Будет свободна масса, тогда будет свободна и каждая личность. Но это вот такой, в резкой постановке вопроса. А когда обсуждалась цель производства при социализме, при разработке программы РСДРБ, программу разработал товарищ Плеханов, основатель русского марксизма. И он записал в проекте программы, что цель производства при социализме – это удовлетворение нужд общества. А в комиссии программной были три человека – Плеханов, Мартов и Ленин. Ленин пишет рядом. Это вы все можете сами посмотреть. В 56-й том. Полное собрание сочинений Ленина. Там все есть подразделительные материалы. И замечания Ленина на первый проект программы, на второй проект программы. И видно, как там Ленин проявлял некоторые колебания по принципиальным вопросам. Хотя он кажется, что такой был человек очень цельный. Но по очень важному вопросу, а диктатуру Петерятова, у него были колебания. И вот он там пишет справа, что такую-то цель, удовлетворение нужд общества, еще и тресты могут дать. А надо поставить цель обеспечения полного благосостояния и свободного всестороннего развития... Кого? Человека. Общество? Масса? Да, Чукча видел того человека. Когда он приехал с заседания Верховного Света, говорит, да, там, все во имя человека, все для блага человека. Это мы и слышали. Вы слышали, говорит, а Чукча видел того человека? То есть не человека, а всех членов общества, написано. И курсивом. Всех членов общества. Чтобы вы были не забыты. И вы были не забыты. И вы, и вы. Никто не должен быть забыт. И не просто, если написать просто обеспечение благосостояния, это что такое? То есть у вас условия прекрасные, вы не развиваетесь. Бывает такое? Запросто. То есть целью надо поставить только создание условий для вашего развития или еще ваше развитие? Вот мы должны думать, как представители государства, я здесь в таковом лице выступаю, да? Как представитель государства, я же в государственном университете преподаватель. Вот я должен о вашем развитии думать или о том, чтобы вам создать условия для развития, а там хоть трава не расти? Хотите развиваться, хотите деградируйте. Но, наверное, все-таки цель такая стоит, правда? То есть обеспечение полного благосостояния и свободного всестороннего развития. И эта формулировка потом вошла во вторую программу. И вот ее Никита Сергеевич Хручев выбросил. И в третьей программе уже такая все более полное удовлетворение растущих материальных и духовных потребностей советских людей. Это что значит? Пьете? Все более полное удовлетворение. Растет потребность? Пейте больше. Еще более полное. Еще более полное. Курите, курите. Наркотики? Вперед. Все более полное. У нас нет сейчас все более полного удовлетворения потребностей в наркотиках. Есть или нет? Расширяется потребление наркотиков? Нет. Откуда у вас такие сведения-то? У нас вот специалисты на конфликтологии, которые занимаются этим делом. Зайдите к ним, спросите, я вам расскажу. Расширяется. Все время расширяется потребление наркотиков. И количество людей, которые умирают от наркотиков, расширяется тоже. Ну, вы можете сказать, плохие люди вымирают, хорошие остаются. Что-то в этом хорошее есть, да? Дескать, а вот зачем вы брали наркотики? А вы что такое наркотик, знаете? Да. Откуда вы думаете, что вы знаете? Попробуйте сказать. Не так-то просто. Наркотик – это то вещество, от которого, по сути, человек имеет зависимость. Да. Зависимость в будущем приводящую к разрушению его тела, как физического, так и духовного. Ну, так это все продукты такие. В конце концов, в будущем все мы будем там. Теперь через термин. И зависимость есть. Как без еды ведь не прожить? Через термин. У вас нет зависимости, что вот не поешь, обед, потом ужин. Уже в понедельник, уже как-то не хочется и заниматься ничем. Какие тезисы? А? Разрушают. Картошечка. Все разрушает. Ну, в принципе, вы, конечно, правы. То есть это не просто вот вредное вещество. Не просто зависим. Мы от пищи зависим все. Вообще мы зависим от природы, люди. От воздуха, от природы. А дело не в том, что мы от него зависим, а что оно не просто вредное, оно вредное, разрушающее человека, но еще оно сразу воздействует прежде всего на волю человека и ломает волю к сопротивлению. Вот в чем дело. То есть если вот пришли в школу, дали таблеточку, попробуйте. Для интереса. Да только чисто и спортивный интерес. Попробовал. Там второму дал, там третьему дал. В следующий раз снова. Потом еще снова. Ходили и давали. И сейчас дают. А потом уже, когда возникла зависимость, о которой вы говорите, а сопротивляться не может человек, и говорит, ну теперь бесплатно уже закончился сыр, давайте денежку давайте. Вам мама дала что-то в школу? Вам вуз мамочку это дает? Ну давайте сюда денежки, вот вам таблеточка. Дальше пошли. Все же денежку мало уже этих, надо больше. Ну вы там у мамочки пошуруйте там дома. У папочки, если не найдете, у мамочки. Мамочка не нашла у папочки заначку, а вы найдете. Пойдите и ищите. А потом люди уже не могут без них, начинают останавливать людей, если не дают убивать. А потом умирают сами, потому что они остановиться не могут. Хотя отдельные личности, очень сильные воли, они перебарывают это и все-таки выживают. Отдельные личности, а массе своей. А после того, как наши партнеры, как говорит Владимир Владимирович, активно там ведут деятельность по усмирению всяких там племен в Афганистане, рекой идет, оттуда через Среднюю Азию идет, наркотики идут. И синтетические наркотики изготавливаются, изготавливаются, изготавливаются. И у нас сколько лабораторий. Причем вот эти смеси, когда на асфальте написано «Микс», это что такое? Это телефон, где вы можете смесь купить. И что делается? Значит, вот обнаруживает наши органы по борьбе с наркоманией этот факт. И запрещает этот... А они завтра другой изготавливают, а тут не запрещенный. А не этот. И все время они разрешенными пользуются. Ну, курить же можно травку какую-то. А это не наркотики. Еще они нигде не числятся в числе наркотиков запрещенных. Итак, в итоге товарищ Иванов, который возглавляет соответствующий орган по борьбе с наркоманией, он добился того, что как бы считается заведомо запрещенными эти все миксы, а научное обоснование будет позже. Потому что их сначала надо запретить, и если выяснится, что они безвредны, потом разрешить. То есть всякого рода продажа всяких этих смесей запрещена. Недавно только. Вот в порядке борьбы с этим. Ну и там другие есть интересные моменты. Например, он говорит, вот я, конечно, должен, моя задача ловить, оказывать, вызывать эти силы антинаркотические и так далее. Это не мое дело входить в вопрос о том, что производить. Так оказывается, что вот конопля, только один вид конопли, индийский. Индийская конопля дает наркотики. Все остальные виды конопли не только не дают, но они подавляют эту индийскую коноплю. Говорит, надо разводить коноплю, кроме индийской. И тогда она будет подавлена. А что у нас сделать? Договорились с американцами, как по многим вопросам, так сказать, давайте ракеты наши распиливаем, мы коноплю не производим, они производят коноплю. Захватили весь наш рынок. Что такое конопля? Это то, что делает пенька, пеньку. А пенька что такое? Это видели всякие? Это веревки, это канаты. У нас Россия всегда производила пеньку. У моей прабабки на городе в Тамбовской области, в селе Староколинском, я эту самую коноплю видел, и я умел с нее делать веревки. Это вот высокая такая. Ее обламываешь, а волокна остаются, и дальше так вот скручиваешь, 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 получается веревка. А дальше из веревок можно делать канат. И это было совершенно спокойно и нормально. Но никто тогда и не знал, что из этого есть какой-то конопли, какой-то конопли можно делать наркотик. Из индийской. Это я товарища Иванова узнал. Сам я этого не додумался, до этого. Не специалист. Ну вот, говорится, мы, так сказать, думаем, что Марксу это в голову не приходило тогда. Вот он не видел, как это будет, многоцветие этого гражданского общества. Но вот мы уже это наблюдаем в нашей жизни, а хотя мы знаем, что это вот трагедии, причем очень многочисленные трагедии, связанные вот с этой самой наркоманией. Вот у нас один товарищ защищал докторскую диссертацию с кафедрой философии и культурологии, на которой я работал в ИПК. Пока там был ИПК. У них в подъезде толклись все время наркоманы. А он каким-то ремонтом занимался, и, видимо, у него какие-то были порезы на руках. Он так вот прошелся там, рукоятку просто держался, за перила. Ну и у него гепатит там. Теперь. Так сказать, это болезнь, которую можно заглушить, но она вообще не вылечивается. Вот он, как говорится, никакого отношения не имел, но вот еще и попал в такой ситуации. Как раз после защиты докторской диссертации. Поэтому, увы, так сказать, наряду с хорошим, светлым и веселым, мы наблюдаем темные стороны нашего бытия. Ну и задача состоит не только в том, что вот мы создадим вам условия. Что вам надо? Помещение есть? Свет горит? Горит. Книжки? Вон у вас. Все есть. Гаджеты есть. Все читайте. А само развитие не должно разъявляться нашей целью? Обязательно. И само развитие. Иначе люди в некоторых прекрасных условиях деградируют. Поэтому это очень ценное изобретение и ценная очень мысль, которая потом выброшена была тем же самым Хрущевым из программы, потому что все более полное творение растущего. У вас есть потребность в театрах есть? А у меня нет. А у меня есть потребность водку пить. У вас более полное, у меня более полное. Мы с вами как бы едины. Но идем в разные стороны. То есть эти формулировки, которые кажутся, ну вот, ну что мы прицепились к формулировке. А потому что как поставишь вопрос, когда это касается миллионов людей, это превращается вот в некоторое движение уже. В некое движение, и этому движению противиться очень сложно. поэтому, конечно, переоценивать значение там только знаний и, так сказать, интеллектуальных каких-то рассуждений не следует. Ну и недооценивать тоже не следует, потому что нужно вообще знать, вот к чему должна быть подчинена жизнь и что вообще в жизни главное. Что у вас жизнь и главное. Чтобы вы развивались. И общество вместе с вами развивалось. И вы больше всего разобьетесь, когда общество разобьете. Если вы общество не разобьете, вы сами не разобьетесь как общественный человек. Поэтому кто такие гении? Кто такие гении? Наиболее развитые талантливые люди. Особенно, ну, с уменьшими, с уменьшими. О, господи, может, я гений, нет? Вы еще не успели пока развиться, а я уже наиболее развитый здесь. Талантливый, да, хорошо. А что, не бывает таких талантливых? А Гитлер талантливый человек? Да. Вы книгу написали? Нет, вы книгу написали? Какую-нибудь написали книгу? Нет, а он написал «Майн камф». А картину нарисовали хоть одну? Да. О, ну, где-то вы на пути. Но вы его назовете гениальным, нет? Я его назову. Можно я его? Да, пожалуйста. Конечно, можно. Назовите. А как вы обосновываете? У вас определение гениев есть? Нет, вы хотите называть без определения, а у нас наука. Можно я дам определение гения? Да. Значит, будем различать талантливых людей и гениальных. Гениальные тоже талантливые, обязательно. Неталантливых гениев не бывает. Гениальные люди – это высоко талантливые люди. Но талант можно употребить во благо развития общества, да? И талант можно употребить в реакционных целях, которые способствуют деградации общества. или можно его разбазарить. Вот не хотелось бы, чтобы ваш талант был разбазарен на то, чтобы вы поддерживали всяких личностей вроде Гитлера. Я его не поддерживаю, но это не значит, что я не понимаю. А я ничего и не сказал. Я говорю, просто мне не хотелось. И вам не хочется. У нас совпало все. Есть такие формы выражения, понимаете, когда я ничего... Вот что ж тут спорить? Я говорю, мне бы не хотелось. Вы говорите, мне бы не хотелось. А чего вы со мной спорите? Мне собой не хотелось. Это меня касается. И все. А вы как-то так... Я специально так подвел, чтобы вы так краем ушли так на крыло. А вы так сразу и попались. Это дело. Значит... Это определение. Да, определение такое. Это такие высокоталантливые люди, деятельность которых способствовала продвижению человечества вперед в какой-либо области. В одной или в нескольких. Вот если это фактически произошло, исторически, что деятельность какого-то, композитора, писателя, ученого способствовал продвижению человечества вперед, то он гениальный. А гений и злодейство несовместимы. Вот это вы, наверное, должны знать. Вот это. Слышали, нет? Да. А вы что нам хотели тут... Ну, просто если мы будем вдаваться в эти малогии, то гений... А это же раньше был такой дух, который... Ну, изначально... Злой гений, да? Ну, это как герой, как герой, говорится, герой в театре, герой драмы, герой вот в жизни, этот человек, который подвиг совершил во имя человечества. Правильно? А когда вы берете, герой может быть отрицательный. Герой, когда вы в другом смысле. А мы должны не этимологией заниматься, мы должны точные понятия здесь вырабатывать. Вот, хорошо, тогда давайте определим понятие, что значит продвижение человечества вперед. А вы понимаете, что такое развитие? Ну, просто, мне кажется, это зависит от того, что мы считаем благом. Нет, кто там... То, что вы считаете... Вот, понимаете, то, что вы считаете или то, что я считаю, это субъективизм. Вот я считаю, что вот у нас потолок круглый. Ну, а вы что считаете? А вы считаете, что он овальный? Что, давайте вместе будем обсуждать. А вы считаете, что треугольный, правда? Это же интересно. А у вас что, субъективный взгляд, что он квадратный? Давайте, чтобы... Как я на самом деле? А вы звездочкой скажите у нас потолок. Ну, как-то давайте что считаем. То есть, как только мы начинаем говорить, что кто считает, это переход на стезю субъективизма. Мало ли чего, я считаю. Вам интересно, что я считаю? Я бы на вашем месте сказал, неинтересно. Что вы пришли сюда, время свое тратить, чтобы слушать, что кто-то там считает. Хотя бы это был там преподаватель. Ну, и что, что я считаю? То есть, я так понимаю, что если есть смысл в моем, просто и осуждение... Вы осуждение складываете или знание получаете? Да осуждение у вас есть без всяких знаний. Вы по любому вопросу можете высказаться. Что про вас сказать? Что я по-любому... Выдавайте мне любой вопрос, я вам осуждение дам. Нет вопросов. Если вопрос осуждения элементарный, а вот знание получить, это проблема. Вот определение. Что такое продвижение человечества вперед? Правильно. А продвижение человечества вперед это его развитие. А развитие, тоже надо знать категорию. Что такое развитие? Да, простого к сложному, низшего к высшему. Вот это вам надо показать, что это действительно идет к высшему, а не к низшему. Движение к низшему – деградация общества. Ну, понимаете, вот есть такие люди, которые излагают взгляды, а это не ученые. А вот ученые, они доказывают. Скажем, у Гегеля это всегда, это доказательство есть. Он выводит и высшие категории из низших, сам ход вообще движения у него в науке и лойке, и у Маркса тоже самое. Он берет простую категорию товара, и из товара выводит капитал. Люди, которые это не поняли, они не понимают, что если вы посадите товар, вырастет капитал. Не понимают, что если вы посадите жёлобь, вырастет дуб. И они говорят, что есть, и Сталин даже этого не понял. Вот если вы возьмете экономические проблемы, а он всё-таки руководитель социалистической стороны и так далее, в войну у него колоссальные заслуги. Но вот он не понял, что если вы возьмете товар, то из него вырастет капитал. Он написал, что основной закон капитализма – закон прибавочной стоимости. А Энгельс писал, что это закон стоимости. То есть если вы будете просто торговать, покупать, это всё в конечном итоге приведёт к тому, что вы начнёте покупать рабочую силу, а если вы начнёте покупать рабочую силу, то ваша стоимость перерастёт в какую стоимость? В прибавочную. То есть вы станете капиталистом. Вы станете, а я-то не стану. То есть кто-то станет, а кто-то нет. Кто-то к кому-то пойдёт работать, продаст свою рабочую силу. Поэтому из простой продажи, из самого товара, так сказать, товарообмена и товарного производства вырастает капитализм. Поэтому когда вдруг нам объявили, что вы идёте на рынок, ну это вообще как-то странно, потому что рынок – это одна из фаз воспроизводства капиталистического. Есть производство, обмен, распределение и потребление. И вдруг выхватывает рынок. Ну это что, если Россию продавать, то пошли на рынок. Чего ещё осталось не продано у нас? Давайте торганём. Вот что такое означает на рынок. А на самом деле речь шла о переходе уже к товарному хозяйству. То есть это товарное хозяйство, но обязательно определение капитализма. Самое краткое. Кто даст? Капитализм – это производство райдивного. Это не самое краткое. Вот я вам скажу, это всеобщее товарное хозяйство. И всё. А что значит всеобщее? А то значит, что и рабочая сила стала товаром. Всё стало товаром. И рабочая сила. Все свободны. Ну кроме меня. У меня фабрика, я не свободен. Мне надо охранять, там средства производства, поддерживать. А вы совершенно свободны. Приходите ко мне. Нет ли у вас? Нельзя ли у вас заняться на работу? Я говорю, ну знаете, у меня денег так плохо. Вы идите, поищите где-нибудь там. Погуляйте годик. День, два, три, четыре недели. Вы погуляли. Говорит, да ладно, чёрт с ним. Давайте уж за ту зарплату, которая есть. И что вы у меня продали? Душа не продали. Вы продали свою рабочую силу в расчёте на восемь часов. Ну в зависимости от того, какое время. Или двенадцать часов работы. Сейчас восемь. После восьми часов, что хотите, то и делайте. А в то время, когда вы мне продали это время, там вообще я вас не спрашиваю, что вы хотите, не хотите. Вы делаете то, что вам скажут. В порядке единоличия. Правильно? Единоначалия, как сейчас говорят. И всё. Там существует очень твёрдый порядок на производстве. Если я руководитель, то вот идите и делайте то, что если вы вас не делаете, то до свидания вы свободны. Свободны – это хорошо, ведь на волю вас отпускают, увольняют. Почему-то грустят люди, когда их увольняют. Вот вас увольняют, а вы грустите. Почему вы грустите? В воле же. И боролись за землю, за волю, за лучшую долю. Вас увольняют, а вы плачете. Потому что у вас, конечно, воля-то хорошо, но без еды-то на воле не очень. То есть это вот к вопросу, то, чем мы с вами занимаемся. Мы с вами вот в этом курсе разбираем строгие определения, которые вы будете использовать в течение всей жизни. А если найдёте лучше, будете использовать лучше. Потому что, а вдруг вы найдёте лучше. Правильно? Может такое быть? Может. Я вот какие знаю, потому что их очень трудно добывать. Я хочу сказать, что даже эти все хорошие люди, такие как Маркс и Энгельс, они вот пишут, им это ясно, они определения не дают. Я когда писал свою книгу «Социальная диалектика», там 467 страниц, товарищ, который меня вычитывал ошибки, он говорит, Михаил Васильевич, вы можете вот эти все определения жирным как-нибудь выделить? Что такое это, что это, что такое обмен, что такое товар, что такое собственность, что такое производство? И так далее. И я стал жирным, курсивым и чёрным выделять. Вот я знаю, пока вот таких книг и нету, чтобы людям давали определения. Обычно просто рассуждают, рассуждают, рассуждают. А что это такое? А это, в общем-то, так вот получить очень сложно. Я это добывал, в том числе по некоторым рукописям, потому что, скажем, некоторые определения в том же капитале не содержатся. Например, понятие мелкой бурразии у Ленина содержится только не в экономических работах, а определение экономическое. политических многократно употребляется, и вы, наверное, не ответите. Что такое мелких буржуа? Это, как бы сказать, классно, конечно, про это рядами и буржуей. Это правильно, но это не определение. Между это вот, как стоит между ними, непонятно, кто он. То, что вы сказали, правильно. То есть он, конечно, между вас стоит, про это, а как его охарактеризовать? Он не обладает крупным капиталом. Ну вот представьте себе, вот я выращиваю картошечку, и свинья у меня есть, и картошечку с салом я ем. Что я? Я мелкий буржуа или нет? Я огурчики еще выращиваю, сальоные делаю и квасок. Очень даже неплохо. Не обладает излишку товара? А? Излишку не продаете, если не продаете, то по идее нет. Вот, если не продаете, то нет. Значит, вот это надо включить в определение. То есть я должен быть не просто мелким хозяйчиком каким-то, который работает. Во-первых, я своими средствами производства работаю или нет? Своими. Если мелкий буржуа, своими. То есть не у кого-то взял, а это мои. То есть я не лишенный, вот рабочие, они же лишены собственности на средства производства. Лишены. А мелкий буржуа? Нет. То есть человек, который обладает средствами производства, теперь я сам работаю или вас нанимаю? Не, ну, поднанять могу я в какой-то мере, но в основном живу своим трудом. То есть человек, работающий на рынок, не эксплуатирующий чужого труда и имеющий собственные средства производства. Кто он? Трудящийся или нет? Мелкий буржуа. Трудящийся. То есть могу я требовать от вас, чтобы вы уважали мелких буржуа? Почему нет? Почему нет? Они же трудящиеся. Правильно? Трудящихся. Мы уважаем, что они трудятся. Вот вы трудитесь, они трудятся. Как? Еще их и душат. Говорят, мы вас поддерживаем. И рыжат. Не видели, как вот поддержали мелких буржуа? Сейчас взяли в Москве, выкинули всех там вместе с ларьками, и там не особенно разбираюсь. Мы сейчас не обсуждаем. Надо, не надо было, но факт налицо. А у нас, помните, ларечки стояли у каждой установки трамвайной? Потом взяли и придумали люди, которые решили использовать административный ресурс для решения конкурентных своих задач. Дескать, кто ближе, чем 5 метров к остановке, их распилить. Пришли люди с болгарками. Говорят, мы поддерживаем мелкий бизнес. Идите вон, арендуйте теперь в домах. А у вас деньги есть на аренду? Нет таких денег? Ну и... То есть по кому вообще проходится прежде всего капитал? Прежде всего по мелким буржуа. Ну рабочие, они работают и работают, получают свою зарплату. А мелкий буржуа, никто их не волнует. Вы же сами, у вас свое дело. Купите три козы. Одна коза, это будет у вас средство производства. Вторая коза, это вам прибыль. А третья? Ну а третья, так сказать, вы будете в будущее смотреть, наращивать свой капитал. Потом две козы подохли, а потом вы умерли. Потому что вы с одной козой никуда не пойдете. Ну я рассматривал такое, картина была по телевидению, показывает, как Дмитрий Анатольевич. Говорит, вот мы будем развивать, мы по 50 тысяч будем давать на начало бизнеса. Цветочки будете производить? Производите цветочки? Хорошо же это? Красивые цветы будете сажать. Вот 50 тысяч давайте цветочки. Вы произведете цветы? Ну 50 тысяч это очень тяжело выведите. Трудно себе, не надо бояться. Мы вас поддержим. 50 тысяч это все-таки, это ничто не все. Другое дело, что вы их неделю не продадите. Куда вы денете со своими цветами? Куда вы пойдете с цветами? Вы себе представляете, вот сейчас как продают цветы? В метро пойдете? Ну да, перед метро ларьки стояли на 8 марта. Ну что они думаете, бесплатно стояли? Нет. Не знаю. А кто, как вы думаете? Те, кто занимается продажей. Те, кто занимается продажей, это монополии крупные. Голландские монополии все у нас в основном. И даже если они везут из Эквадора, они попадают в Голландию, через Голландию сюда. Или никуда они в Голландию не везут, напрямую из Эквадора сюда, но это, так сказать, голландские цветы и так далее. То есть вы хотите, вот я, например, крупный капитал, я цветы произвожу, а тут кто-то тут. Пусть они у вас сто раз свежие. Ну и что, что у вас свежие? У вас свежие, а мне нужно прибыль получить. Попробуйте, вы суньтесь. А вот этим милиционерам, которые у метро, я скажу, что если она вот появится, вы ее рассыпьте в кутузку. Потому что она продает на территории. У вас есть разрешение на продажу цветов? Ну, все. СИЗО. Вот нам объяснил, товарищ, что это принуждение. Что это вы там? У нас санитария, антисанитария, а у вас от бактериальной, там, на этот счет проверка была? Нет, у вас не заразные же у вас цветы. Вы хотите народ заразить, что эпидемия, чтобы было. А чтобы не было эпидемии, мы у вас опять в СИЗО. Вы тоже хотите цветы производить? Зачем? У него миллиарды, она будет, я говорю, ерундует, это не могу. Вот видно, что человек, смотрите-ка, спокойно сидит, мелкий бизнес, не волнует совершенно. Если вот сразу оно, если такие люди скажут, сколько вам нужно? Говорит, 5 миллионов. Ну, это даже я бы не разговаривал. А то я с уважением сразу с вами. Обратите внимание, сразу чувствую, что это серьезный человек. Так, ну вот мы с вами этот вопрос рассмотрели, так сказать, о человеческом обществе. То есть, говорить, что оно гражданское, это все хорошо, но все равно, как оно устроено, это предполагает еще изучение того, как устроено общество. Что просто сказать, что оно гражданское, ну, это правильно, что можно так сказать. Ну, может так получиться, что раз оно гражданское, гражданка, пройдемте. У нас гражданское общество. А вы скажете, гражданин начальник, опять гражданское общество. Где это употребляется, это вот, формулировки? Как раз вот в этой сфере, сфере близком к СИЗО и к соответствующей системе исполнения наказаний. Там вот именно граждане. А в остальных случаях там права граждан сейчас защищаются, да? Вы за права человека? Да. Да, то есть вы будете права защищать? Будете права защищать? Да. Хорошо. А вы права будете защищать или людей будете защищать? Права людей. А людей не бойте? Вот какие есть люди. Людей ни за что не хотят защищать, только и права. Права защищают людей, соответственно, защищая права, защищая людей. Ну, как права защищают людей? Ну, как вот, как вы себе это представляете? Как права могут меня защитить? У меня вот есть право Есть на золотом блюде Если оно у меня есть Есть право такое Право у меня есть Есть на золотом блюде Если оно у меня есть Есть Вот Чернышевский это приводил пример Прав человека Я вот имею право Есть на золотом блюде У вас есть блюдо У вас есть Все я знаю Там все хорошо Вот Как вы собираетесь Что тут защищать У бомжа Который сидит на помойке Право на жилье Есть Что вы право будете защищать Никто не нападает на это право. Никто не нападает на это право и его жить в отличной трехкомнатной квартире. У него чего нет? Права нет или жилья нет? А вы чего нам хотели тут внедрить? Вот я права возвращаю. Да вы лучше защищайте возможности создателей, для того, чтобы люди могли жить в квартирах. А вы вместо этого защищаете их права. А что эти права? У меня есть право на обед. А обед у меня был? Невероятно. Вас это не волнует, как правозащитницу. Дескать Михайлович, у вас право на обед было, а дальше хоть не расцветайте цветы. Так, я ваши права и на ужин, и на завтрак защищаю, и на получение отличных оценок. Все права уже защищаю. Но ставить я буду по знаниям, а не в соответствии с правом. Есть знания, я ставлю за что-то. Нет знаний, не ставлю. Так, это разные вещи. И вот получается, что люди как-то при рассмотрении этого вопроса, они сбиваются в эту сторону формально. Может быть так, что право равное, а люди неравны. Да. Так вы хотите от неравенства людей сообщить, или от неравноправия только их освободить? От неравноправия освободить можно элементарно все. Вот всем объявить равное право на все. Вот все, у кого есть фабрики и заводы, имеют равные права. Правда? У вас есть фабрики и заводы? Ну, права у вас же такие же. Вам кто-нибудь запрещает иметь завод? Ну, не поинтересуйтесь, как это надо, иметь завод. Вам расскажут. Поэтому это такой фетишизм есть правовой. Начинают люди, так сказать, где-то вот они защищают. А вы что такое право знаете? Кто не знает, что такое право? Я знаю, потому что у меня ученые звания профессора по кафедре экономики и права. Я просто не имею права не знать. Что же вы вообще не знаете ничего? Право что такое? Вы записали волевый изданной закон. Вы записали волевый изданной закон. Что-то вы пропустили. Почти все правильно, но не до конца. Вот. Видишь, есть люди, которые в наших селениях, которые знают. Возведенная в закон воля господствующего класса. Вот это ее воля. Вы чувствуете, что ей надо, то это в закон. Что надо, чтобы было опрятно. Никаких ларьков, какие-то ларьки, какие-то сооружения некрасивые. Пусть идут в дома, покупают в первых этажах или квартиры. Переоформляют их, чтобы они не дляшли из жилого фонда, превращались в нежилой. Делают ступеньки. Видели, там все больше и больше таких. И вы сдаете в аренду для таких людей? Да. Ну, там вот цветочки пусть продают. Красиво будет. Написано «цветы», заходят, все культурно. Ну, вот цены, конечно, на цветочки, естественно, вырастут. Уже такие не будут, но зато красиво и культурно. Вы их и научите культуре. Культуру будете любить. За соответствующие деньги, конечно. Ну, вот этот вопрос мы не закрываем, этот вопрос с гражданским обществом. Это мы, скорее, его открываем, потому что на эту тему много литературы, вроде бы и такие есть рассуждения, и всякие. Ну, нужно просто понимать, что вот эта мысль, которая у Маркса, что мы за человеческое общество. Ну, надо разобраться, а что значит человеческое общество? То есть, что вкладывается? То есть, что соответствует, наверное, сущности, природе человека? А то, может быть, такое гражданское общество, в котором это не соответствует природе человека. Вот она считает, что гражданское общество, когда мы у него все работаем. Все предели, правильно? Никто не шалтается, никаких бомжей. Но если бы не работают, потому что это по делам. Работают, потому что плохо работали, и вы их выгнали. Пусть походят, потом придут, на меньшую плату их возьмете. Это и к вам относится. И ко мне. Ну, такая гипотеза может быть. Или на рассмотрение. Как вы сказали, можно так трактовать? Так трактовать. Поэтому Марк Сенгер говорит, пролетарии всех стран, соединяйтесь. В этом смысле. Вот они дальше пошли по этой дороге. Дескать, давайте создадим всеобщее братство тогда. Да? Обнимитесь миллионы там у Бетховена. Давайте тогда это. Даже буржуазная эпоха, буржуазная революция, такие лозунги были. То есть, не разделенные в зависимости от того, в какой стране вы граждане. А гражданское, значит, это строгая идея. Вот наше одно гражданское общество, а в Саудовской Аравии другое. В Саудовской Аравии, как вот мне коллега рассказал, значит, вот если я буду давать показания, показания одного мужчины приравниваются к показаниям двух женщин. А можно сказать, показания двух женщин, показания одного мужчины. А то вы тут вообще, в России, женщины просто ведут себя возмутительно на равных, и даже хуже. Как один муж говорит, это его вытаскивает жена из швабры, там, из-под шкафа, а он говорит, я человек свободный, хочу выйду, хочу не выйду. Причем я это наблюдал очень интересно, ну, на нашей профессуре. Там вот у нас профессор Рященко был участником Великой Отечественной войны. В Украине из Саратовского разлива, из-под Саратова. Развеча какой военный. Жена у него татарка. И вот, тут, значит, кто-то они начинают. Подготавливаются к 16 часам, уже купили колбаску, бутылочку, и колбаску нарезают, и звонок. Алла Алимовна звонит. Он чего говорит, я не знаю. Я просто сидел, наблюдал сам, я человек не пьющий, но за компанией сидел. Смотрю, значит, грустнеет, грустнеет, грустнеет. Кладет трубку, собирает портфель. Говорит, хорошо великому русскому народу. Он еще в 13 веке освободился от татаро-монгольского ига. И уходит. Ну, спился бы, если бы не жена. Так что во всем есть свое положительное. Диалектика. Так, так что вот то, что вы сказали, есть в этом резон, конечно. Тоже надо смотреть только, как вот это можно трактовать. Или трактует гражданское общество в смысле того, что давайте мы сейчас государство государством, но мы посмотрим на людей, как вот тех, кто, собственно говоря, является основой всего. Их деятельность, их развитие и так далее. Но, как вот написали Маркс и Энгель, что это недостаточно брать изолированно. А надо вот, как нам уже правильно наставили на путь истинный, надо брать и классы. Если мы не возьмем классы, то мы не дадим правильную картину. Кто открыл классы? Фамилия? Три французских историков. Фамилии? Твери, Миньеги, Дон. Вот. Видите, вот товарищи уже усвоили. Вот это очень хорошо. Вы можете проверить. Вот коллег спросите, вам скажут Маркс. А это неправильно. Так, значит, с этим мы тоже разобрались. Поэтому Маркс тут ничего нового не сделал. В том смысле, что он дальше развивал эту теорию, а не начинал это все разворачивать. Ну что, последний тезис. Философы лишь различным образом объясняли мир, но дело заключается в том, чтобы изменить его. Вам этот тезис нравится? Или не нравится? А изменить мир нам тоже? Объясни сначала, чтобы изменить мир. А? Чтобы изменить мир, надо знать, как его объяснить. Да. Есть ошибки? Да. Чтобы вам что-нибудь хорошее сделать, надо, чтобы воздух был в аудитории. Но наличие воздуха в аудитории не гарантирует, что вы что-то хорошее сделаете. Вы хорошее. И это надо тоже хорошо. То есть понять. Вот вы сидите, знаете, что такое хорошее, и воздух есть в аудитории, ничего не делаете. Может такое быть? Запросто. Поэтому нельзя сводить вообще какое-то дело только к созданию условий. Вот все условия есть, а человек деградирует в этих условиях. И очень часто деградируют люди, которым созданы все условия для развития культурного в том числе. Так вот, как вам тезис насчет того, что дело заключается в том, чтобы изменить его? Может быть, Маркс, я имею в виду, что если мы начнем изменять мир, то это приведет нас к улучшению нашего общества. А если мы просто его объясним, то никакого результата мы не получим. Ну, такого слова не могу сказать. Еще раз? Только не надо мир изменять? Он самый человек. Наоборот, что если мы его начнем изменять, то это приведет нас к результату, к развитию. А если мы его будем просто объяснять, то мы будем стоять на одном месте. Да. А почему вы думаете, что это приведет к развитию, если вы будете мир изменять? Тут же не говорится, как изменять. Вот в этом-то и сразу говорится, как изменять. Вот Михаил Сергеевич все время перестройку требовал. Это изменить, то изменить, то изменить, все изменить. И что получилось? Нет Советского Союза. Промышленность сразу рухнула, экономика рухнула в два раза. А нельзя так сказать, что есть изменения позитивные, а есть прогрессивные, а есть реакционные. Значит, достаточно ли сказать, что просто изменить и все? Нет, недостаточно. Недостаточно. Ну, вот это вот недостаток уже чего? Тезисов. Потому что если написано тезисно, нельзя думать, что здесь все сказано. Потому что, наверное, вот сам тезис этот, вот он не говорит о том, что... Просто имеется в виду, что все-таки прогрессивные изменения, правильно? Но это не написано. Поэтому вообще, вот скажем, когда мы берем какие-то тезисы, то мы это должны учитывать и понимать, что это требует развертывания. Когда вы развернете этот тезис, тогда видно, во что это выливается. А если это не развернуть, то это можно трактовать наоборот. Лишь бы изменить. А как изменить? Давайте вот столы перевернем. Ну, сильно мы мир не можем изменить, но вот этими силами, вот сейчас, прежде чем уйти отсюда, из этой аудитории, давайте все. Вот зайдут следующие преподаватели и студенты, а все столы кверх ногами. А почему? А вот здесь сидели люди, прочитали последний тезис, одиннадцатый. Философы лишь различным образом изместяли мир. Это как бы я, философ. Но дело заключается в том, что вы изменить его. Раз, и перед уходом, вот прошу вас это движение возглавить, раз, 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 раз. Заходит, открывает. Но изменение имеется либо качественное, а не качественное. Это качественное. Качественное. Сидеть-то нельзя за этим столом. Это качественное. Изменение к лучшему. Где это написано, что к лучшему? Где написано, что к лучшему? Я не вижу. Я уважаю Маркса. Я не вижу, где написано к лучшему. Полезное предполагается, что оно к лучшему. Кем предполагается? Мы же делаем это, потому что у нас есть потребность это делать. И зачем нам переворачивать? У всех злодеев. Просто так. Если у нас нет в этом потребности, не только силы потратить, но и силы потратить. У всех злодеев, особенно у тех, которые тут хотели прославить товарища Гитлера, у них дело есть. А насчет Гитлера, знаете, что я вам хочу сказать? Давайте. Я считаю, что ну вот вообще там тот политический режим, который на самом деле может даже создан был не им конкретно, а немецким народом. Немецким народом? Ооо. Ну хорошо, но Гитлера... Гитлера нехорошо обвинять, а весь немецкий народ обвинить. Ооо, вы далеко, пошли. Вы дальше можете. Гитлер человек своего времени, но дело не в этом. Вот вы говорите, что мы должны там двигаться от простого к сложному, но в этом же была определенная польза, что вот у них такой был политический режим, потому что, во-первых, это была новая ступень по сравнению с тем, что у них было до этого. А во-вторых, мы посмотрели на то, что вот так может быть, и мы теперь знаем, что... Ну а вы-то вообще живете до Нюрнбергского процесса или после Нюрнбергского процесса? После. Ну вот уже люди посмотрели, в том числе представители единой коалиции, в которую входили две крупных империалистических державы и Советский Союз, как социалистическая страна. И несмотря на противоположность социально-экономических систем, все вот это троица выставила с осуждением фашизма, как чего? Как человека ненавистнической политической системы. Да, Паша, я просто говорю про то, что вот в вашей жизни вы совершали какие-то ошибки, для вас это был опыт, и вы на этом учились. Да. Как бы, ну вот и здесь. То есть, может быть, Гитлер, почему он гений? Потому что он... Ну, попкорный. Да, то есть он позволил нам прожить такой опыт, благодаря которому мы теперь можем от простого к сложному. Он не нам позволил, он позволил 27 миллионов граждан Советского Союза умереть. Вы это от их именей сейчас глаголите. Он нам позволил... Кому он вам позволил? У вас кто-нибудь, дедушки и бабушки не умерли в войне, нет? У меня, например, дедушку убили на войне. А отца ранили дважды. Один раз вот сюда в шею, а второй раз разорвной пулей в ногу. Ну, это же не лично вина Гитлера, что была война, а война была бы в любом случае. А чья это? Вот это правильно. Это как сказать, что Первая мировая война, что в ней виноват Никола Принцев. Ну, это считать же... Вот это мысль ваша ценная. Вот это ваша мыль. Вот теперь мне нравится ваше рассуждение. А кто виноват? Ну, конечно, вы правы. Вот тут вы абсолютно правы. Это не личный. А так как надо смотреть? Какой общественный строй приводит или рождает империалистические войны? Какой? Империализм. А империализм, знаешь, что такое? Или нет? Выше стадии капитализма. Значит, сколько стадий у капитализма? Две. Капитализм стихийной конкуренции. Там во время капитализма стихийной конкуренции я вам рыбку привез, вы мне цветочки, вы, значит, строите дома, вы переводите там и так далее. Каждый что-то делает. Но вы уже начинаете строить свою империю монопольную. Понятно. Пока мы тут туда-сюда возим, у вас, смотришь, уже миллиард. Да? Вы этого побили, этого побили, этого побили. Но конкуренция, если вы последовательно стоите на позициях конкуренции, вот мы с вами конкурируем. Никто из нас не злодей. Но если я с вами конкурирую, что значит конкуренция? Это не соревнования обычные. Не социалистические соревнования. Это не в общих интересах. А это или вы выиграете, или я выиграю. Если я выиграю, то вы у меня будете работать. Я вас приглашу, и вы у меня будете управляющим. А если еще дальше будете со мной спорить, и управляющим не будете. Но у нас конкуренция, вы должны понимать, конкуренция есть конкуренция. А если я проиграю, я уже понял, что вы меня вообще там забьете, и скажете, а вот я вам объяснял, кто такой гений? А вы не поняли, а вот теперь вы поймете. А как вы себе представляете конкуренцию? Конкуренция, вот если люди последовательно, вот скажем, тот же Дмитрий Анатольевич или Владимир Владимирович, которые говорят, что вот конкуренция, рынок решат. Но рынок-то к чему приводится? Кто-то у кого-то выиграет, и все меньше и меньше этих субъектов. И они все укрупняются. Вот такие субъекты появляются, которые имеют целую империю монопольную. Обязательно. Если мы перевозили на пароходах через Енисей, то мы как с вами конкурировали? Я снизил цену, чтобы не к вам пошли, а все бабушки-старушки, которые уже на ту сторону, пошли ко мне. Вы красивые и моложе, а извините, пошли ко мне. А вы тогда раз, и ниже меня установили цену за проезд. И они бросили меня, говорят, он хоть и преподаватель, и профессор, я у тебя к ней пойду, потому что там дешевле. А вы опять. И вот мы так с вами. Тык-тык-тык-тык. И наконец вы стали возить бесплатно. Все меня покинули и пошли к вам. И только ездят на вашем пароходе, а мой стоит, никакой не прибыли, ничего. Последний акт драмы. Значит, я сказал, объявил ябоду бесплатно и баранку давать. И я вас побил, пароход ваш за бесценок скупил, потому что никто к вам уже не пойдет, вы уже разорились. Ну и потом вас, так сказать, пристроил к себе на работу. Но уже не ждите, что вы будете там в высоких звеньях. Поэтому конкуренция, не потому что это что-то зловое или плохое, она неизбежно ведет к монополии. И вторая стадия капитализма монополистическая. Уже есть крупные монополии, и они объединяются между собой, ставят свое государство, ставят своих чиновников, и получается государственный монополистический капитализм. Ну так и зачем туда кого-то обвинять? А никто и не обвиняет. Я вас обвинял? Нет. Ну вот видите, я вас не обвинял. Кто кого-то разве обвиняет? И вот этот, при этом государственном монополистическом капитализме, имеется неравномерность развития, конкуренция начинается между странами. Потому что неравномерное развитие между отдельными компаниями приводит к тому, что неравномерное развитие между странами. И вы тогда уже конкурируете одна страна с другой. И образуется несколько крупных держав, которые вот к началу Первой мировой войны, их всего-то было раз, два, три, общался. Вот страны, которые объединялись вместе с Германией, и страны, которые объединялись вместе с Англией, Францией, Антанта. И решался вопрос, какая группа этих самых крупных государств победит? Победила Антанта. Победила дружба России с Германией. Замирились. И Россия вышла из войны. Вышла одна. Кто, кроме большевиков, кто-нибудь предлагал вообще мир? Никто. И вот вышли. Нет, немцы хотели тоже как-то выйти, потому что их уже дело было плохо. Но они продолжали даже с Советской Россией воевать. Помните, Брестский мир. Пока не заключили Брестский мир на ужасных условиях для России. Там была революция, и все это обратно открутили. И все, Германия обратно забрали, то, что она забрала. То есть там тоже хотели, так сказать, ослабленную Россию, раз там революцию захватить. А так и не решилось, кто ж крупней. И вот Вторая мировая война. По итогам Второй мировой войны выяснилось, кто самый крупный хищник на Земле? Выяснилось? Гитлер думал, что он самый крупный хищник. Ничего подобного. Вот вам его жалко. Правильно, вам жалко его. Потому что выяснилось, что американцы выиграли от этой войны. И англичане. Правильно? А Гитлер покончил жизнь с самым убийством. Вот вам его и жалко. Мне его не жалко. Не жалко его, черт с ним. То есть он не... То есть кто... Разве речь идет о личной вине? Вот ваши мысли очень ценные. Личная вина. То есть империализм чреват войнами. Если я с вами конкурирую, а у меня много оружия, то я прихожу, и уже на место всяких разговоров, у меня оружия много, я отнимаюсь и это, и это, и сумку сейчас заберу. А если будете, вот у меня есть товарищ, он тут сел не случайно, если что вы будете трепыхаться, он примет меры. Ну посмотрите сейчас, что делать вокруг России. Вы что, не видите, что в этой самой, в Латвии какие войска стоят? Американские. Поезжайте в Эстонию, какие войска стоят? Американские. Идите куда? В Литву? Американские. Танки там стоят. Наши придумали. А гражданин Горбачев договорился, что давайте ракеты меньшей дальности уничтожим. То есть они поставят, и поставили, и ставят ракеты, которые через 5 минут будут в Москве, с боеголовками, а мы, значит, не имеем ракет меньшей дальности. Это у нас баллистический. Но придумали, РС-26 сейчас будет установлен в Иркутске. Они не подпадают под это дело, но они оттуда могут накрывать, так сказать, любые эти самые прибалтические страны и любые точки, где могут стоять американские ракеты с боеголовкой. И если этого не будете делать, с вами что сделают? С нами, с вами, может, и еще ничего не сделают. А Владимир Владимирович так же разорвут, как разорвали Мамара Каддафи. Как его разорвали? Просто разорвали на части... На Лоскуты. А? На Лоскуты. И вот Дмитрий Анатольевич думал сначала, вот давайте мы там, когда решали вопрос с Ливией, я скажу, мы не будем право вето использовать. А тогда еще Владимир Владимирович говорит, да лучше вообще-то использовать право вето. Ну, тот был президент, Владимир Владимирович был глава правительства, внутренние дела решали. А он решил, Дмитрий Анатольевич. Ну, а китайцы говорят, мы всегда с Россией дружбу навек. Они не делают право вето, и они не делают право вето. И хорошо. И растерзали. И что теперь увидели наши руководители? Они увидели, что их растерзают так же. Я думаю, это стимулировало развитие, так сказать, оборонных отраслей, замена, так сказать, техники военной и так далее. Потому что неизвестно будет, что с нами, а то, что будет с ними, это совершенно очевидно. Если что, мы-то с вами еще пойдем гулять тут около Невы, а там его просто разорвут. Или у вас сомнения есть? У них уже нет сомнений. Ну, что, сколько можно смотреть? Вот, в Ирак. Говорит, там у вас сейчас, а у вас тут нет оружия массового поражения? Это не атомная боевая ловка? Нет. На всякий случай, сейчас уходят войска, вас-вас повесим, а потом посмотрим уже более внимательно. И вот пока вы качаетесь, начинаем говорить, нет, это не оружие массового поражения. А где президент? А его все повесили. Он кем избран-то был, иракский президент? Кем? А? Ирак, по идее. Да, гражданами Ирака, вот, гражданами Ирака, гражданское общество. Вам нравится, Саддам Хусейн, я никогда симпатия не испытывал. Но это не наш президент, какое у нас к этому дело? Нет, говорит, раз его и повесили. Так, что у нас еще, говорит, есть? А, Югославию мы до этого еще раз бомбили. Сколько там было? Такая большая Югославия в Европе. Она будет что-то, какие-то там требования выдвигать, она будет какую-то политику вести. Сделаем там много-много мелких всяких стран. Македония, Сербия, Черногория, Словения, Хорватия, Косово. Какую они роль играют в европейской политике? Никакую. Так, кто там еще у нас остался? Ливия, да? Вот Ливия. И что это? Бесплатное у них образование, бесплатное жилье дают, молодым дают сразу квартиру. Нет, это вообще-то нарушение прав человека. Вот вы за права были? Всегда. Как это? У нас есть право захватить все у них? А они нарушают наше право. Приличили на самолетах, гонялись на самолетах за каждым человеком, убивали. Что в Ливии сейчас? Что? Бардак. В Ливии никакого нет государства. Вот, вы говорили, что государство, какая там государство? Нету никакого. Ни феодального, ни буржуазного, никакого нету государства. Там ужас, что творится. Бардак. Не, не бардак. Теперь, а организован что? Откуда беженцы-то? Кто организовал? Беженцы сейчас из Сирии, но их делят. Ну, кто организовал этих беженцев? Ну, кто бомбил, тот и организовал. И вот все они бегут. О, дешевая рабочая сила. Давайте привезем беженцев. Пусть они там что-нибудь делают. У нас вот грязную работу. Правда? Как будто надо делать. У нас вот никто не бомбит, но у нас тоже. Вот, если вы посмотрите, дворники, они... Или вот возьмите водителей этих микроавтобусов из Узбекистана, они все. У нас, у нас это есть. А там это сразу вот в больших масштабах. Потому что из Латвии уже из трех миллионов один миллион убежал в Европу. Промышленность полностью разрушена. А Латвия была страной ВЭФ. Потом электрички были рижские. На всю страну, на весь Советский Союз. Так? В микролитражке были автобусы. То есть это, ну, так сказать, страна была индустриально-аграрная. А сейчас она аграрная, отстала никакая. Зато нам есть неграждане. Можете теперь бороться за права человека. Просто объявляет, неграждане вы. Давайте вот мы граждане, а вы вот негражданка. А кто? А никто. Это те, которые, значит, российского гражданства не имеют, а латвийского вы не получили. Ну и боритесь теперь. Боритесь. То есть это очень все, так сказать, темы весьма и весьма актуальные, которые в современном мире. Вот кто по этим вот проблемам хочет посмотреть, я, как раз, вот недавно записал ролик у Пучкова-Гоблина, называется «Разведопрос» Михаил Васильевич Паков о фашизме современном. Вот можете посмотреть, там его больше, чем 100 тысяч человек посмотрело уже. Вот там речь идет о том, какой фашизм, особенно вас прошу посмотреть, поскольку вы у меня за оппоненткой оказались чуть-чуть, по некоторым вопросам. Ну, в главное-то мы с вами совпадаем. Пойдет. Нет, я просто против таких суждений, вот, что вот, в нацистских фашистских преступников трибунал осудил. Это вас информирует и советую вам присоединиться к решениям Нюрнбергского трибунала. Иначе мы будем с вами бороться вместе со всеми правозащитниками. Как с человеком, который хочет объелить фашистских преступников. Я вас хочу, чтобы все признали, что он был человеком гениальным и не заболевательным. Это неправильно. Он человеком был очень талантливым и талант твой направил на развитие, так сказать, на деградацию человечества и на уничтожение человечества. Мне кажется, что в Германии книг, которые доказывают, что в Германии он всегда есть. Он никогда не был выразителем воли народа. Первое, что он сделал, лучших представителей немецкого народа заключил в тюрьму или поставил к стенке. Лучшие представители немецкого народа были убиты в первых рядах Гитлером и его командой. Первое, что он сделал, он уничтожил. Вы хотите на народ возложить ответственность за действия правящего эксплуататорского класса. А народ угнетенный. Идеология господства в этом обществе буржуазная, а они вовсе никакая не другая, не пролетарская и не крестьянская. Так что такая ситуация. Значит, они в каком степени родители. Я же вас не заставлю. Я призываю вас присоединиться к решениям Нюрнбергского трибунала. Я против главных все слышали, да? Все слышали, у нас мир теперь воцарился. Никакой войны нет. Она присоединилась к решениям Нюрнбергского трибунала с осуждением фашистских преступников. А народ никогда вот эти страны победители, никогда немецкий народ не обвиняли. Хотя некоторые наши деятели искусства заявляли убей немца, а вот вообще государственные деятели так вопрос никогда не ставили. Убей фашиста, а не немца. В чем это заявлял человек с немецкой фамилией Илья Оренбург. Да, Илья Оренбург. И это никто политически никогда не поддерживал, потому что так ставить вопрос, что виноват немецкий народ, это было неправильно. Я тут так не ставлю вопрос. Вот и хорошо. Я не сомневался, что у нас восторженствует в основном. Вы меня просто неправильно поняли? Ну, если я вас неправильно понял, я очень рад. А что я могу еще сказать? Так, значит, товарищи, в следующий раз мы с вами будем опускать первый раздел рассматривать, и там мы должны остановиться. На каких вопросах? На тех, которые у вас вызывают интерес или желание разобраться. Вот у нас такой принцип, правильно? Не просто, не задача у нас пересказать, разобраться в тех проблемах, которые идут в первых разделах этой работы. Всего доброго. Спасибо. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok